Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели и подписчики нашего канала, приветствую всех вас. Меня зовут Вадим Герасимович, вместе с нами российский оппозиционный политик Вячеслав Мальца. Вячеслав, здравствуйте, рад видеть. Здравствуйте. Вячеслав, удары Украины по НПЗ России могут негативно повлиять на мировые энергетические рынки, поэтому Киеву нужно выбирать другие цели, заявил министр обороны США Ллойд Остин. Эти атаки могут привести к эффекту домино в глобальной ситуации в сфере энергетики. Откровенно говоря, думаю, Украине лучше наносить удары по тактическим и оперативным целям, которые могут прямым образом влиять на текущие боевые действия, сказал Ллойд Остин, выступая перед комитетом Сената США по вооруженным силам. Ваши мысли? На текущие боевые действия как раз бы повлияло уничтожение запасов топлива у Путина, да? Помните, как в 1945 году крутился как уж на сковородке Гитлер, у которого не было горючего после того, как Плаеште отбили, и все, и пришлось из каменного угля делать бензин, топливо для самолетов. То есть, выдумывают совершенно невероятные вещи в области химии, нефтехимии, да? И ничего хорошего из этого для Гитлера не случилось. Он быстро-быстро проиграл. А начал-то войну, если вы помните, в Польше только благодаря тому, что Соединенные Штаты сняли санкции, и определенные компании, которые, кстати, существуют и до сих пор, нефтяные, да? И которые, наверное, никак нельзя бомбить вот сейчас. Вот эти нефтяные компании продали, нефтехимические, если будет точно, Гитлеру большое количество тетраэтилсвинца, и благодаря этому он увеличил мощность моторов своих самолетов, дальность и смог завоевать быстренько Польшу. Потому что, если бы этого тетраэтилсвинца не было, то самолеты, которые тогда летали на бензине с поршневыми двигателями, далеко бы не улетели. Такое количество времени не смогли бы держаться в воздухе, и были бы более легкой целью для противовоздушной обороны. Поэтому, мне кажется, это все повторяется, история тоже самая. Вот представьте, у Путина сейчас бы, ну, какие-то НПЗ, большую часть украинские беспилотники уничтожили, какую-то часть партизаны, и что было бы? Чем бы Путин заправлял свои машины, чем бы заправлял свои, там, дроны, самолеты и прочее? Поэтому, я думаю, лукавит этот американский министр обороны. Ну, я понимаю, да, очень-очень лукавит. Почему? Ну, потому что главное, да, он же не сказал, главное – это выборы. Да, если бензин будет стоить на выборах очень дорого, то Байдена могут послать нафиг избирателей, будет страстная там сумятица. А и поэтому никто не хочет такую брать на себя ответственность. Да, если, как они говорят, вся мировая экономика, она является интегрированной, глобальной и так далее. А основная масса этих глобалистов – это кто такие? Это мировое организованное преступное сообщество, которое питается изо всех щелей. Да, у Путина отсосет чуть-чуть там, 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 и нормально так на круг получается. Земля оборот сделала, там какие-то огромные миллиарды им в карман упали, да, потому что они как бы спят, а экономика, которая в их руках, на них работает. Поэтому они хотят, чтобы так и продолжалось, чтобы русские пытались убить всех украинцев, украинцы пытались отбиться от всех русских, а они на это бы только богатели каждый день, и у них было бы все нормально. Вячеслав, как в той шутке, а давайте вступим в НАТО, и им новый член, и нам приятно. Но, откровенно говоря, на ваш взгляд, вот по вашему ощущению, вот это заявление Ллойда Остина, вот этот призыв, направленный в сторону украинской армии, мол, не бейте по российским НПЗ, вот этот призыв, он для вас лично неожиданный или ожидаемый? Да ну как неожиданный, ну, трубы идут через поля сражения, чтобы говорить, какой неожиданный, да, Уренгой, Помар и Ужгород идут через поля сражения, газопровод Южный, нефтепровод Дружба, о чем можно говорить, да, никакой неожиданности тут нет, тут получается так, война войной, а вот газовые и нефтяные деньги, они как бы свое, поэтому мы в этом смысле не питаем никаких иллюзий, и, в общем-то, задача западных вот этих товарищей, я думаю, сменить власть в России не на демократическую, а на очередного Чубайса, мы даже в этом не сомневаемся, то есть какой они ставят цель? Освобождение России, зачем освобождение России? Им нужно, чтобы Россию продолжали грабиться, ну, видите, вот сегодня докладывают, что Авина с Фридманом, Запад с них санкции снял, видите, такие они бойцы невидимого фронта на стороне Запада, но об этом дуэте мы с вами поговорим, тем временем еще одно заявление из США о том, что Украина не должна бить по нефтеперерабатывающим заводам, российская нефтегазовая инфраструктура, это гражданская инфраструктура, заявила помощник министра обороны США Эволандер, ну, это подчиненная Остина, здесь все понятно, но давайте также напомним и высказывание Йенса Столтенберга, генцека НАТО, который заявил о законности украинских ударов за пределами боевых действий, имея в виду военные цели. Это часть права Украины на самооборону наносить удары по законно-военным целям за пределами своей территории, поскольку Россия использует столько различных военных средств для ударов по Украине. Так, слушайте, ну, может уже как-то этот коллективный Запад, он определится, почем бить можно, куда бить нельзя. Что это за война такая? Ну, это как в Южном парке, помните, там дети, когда куда-то к отцам и основателям они слетали и задали вопрос, вот как хорошо, одни против войны, а другие за войну, там в Америке, и какая точка зрения правильная, а там отцы-основатели сказали, что и та, и другая правильная точка зрения, одни против войны, и поэтому нас все считают миролюбивыми, а другие за войной, поэтому мы все можем наломать. В общем-то, так оно и сейчас ничего не изменилось, поэтому я уверен, что вот там всегда будут существовать вот эти две точки зрения, а делать будут всегда так, как удобно правящему классу, да, и удобно тем, кого мы называем МОПС, Международное организованное преступное сообщество, потому что в конце капиталистического периода это сообщество интегрировано везде, во все сферы, в любые структуры, везде присутствуют очень серьезные представители этого сообщества, и Путин их брат, да, потому что они с ним вместе долгие годы пилили Россию на части, и что же, они сейчас ему не помогут, что ли? Конечно, помогут, причем не ему, они себе помогают, они бьются за свои доходы, это доходы их, так как они считают, законные, они в России рождаются, поэтому они не хотят, чтобы там что-то особо сильно поменялось, ну, может война их немножко напрягает, а может быть и нет, кого-то напрягает, а кто-то наоборот аплодирует и говорит, да-да, еще побольше. Продолжаем мы с вами перемывать кости Ллойду Остину, он не ответил на вопрос сенатора, должна ли Украина вернуть Крым для завершения войны, на вопрос республиканца Эрика Шмидта, как выглядит победа для Украины, Остин ответил, что Украина должна быть демократической, независимой страной, которая может защитить свою суверенную территорию и отразить агрессию. Шмидт уточнил, значит ли это то, что Украина должна контролировать Крымский полуостров. Крым это часть Украины, говорит Ллойду Остин. Но чтобы война закончилась, должна ли Украина контролировать Крым, настаивает на своем сенаторе. С точки зрения изменчивой ситуации, как она прогрессирует, говорит Остин, я бы не хотел прогнозировать, что решит президент Украины Владимир Зеленский. На это Шмидт заявил. Администрация Байдена не обозначила цели и стратегию завершения войны. Как по мне, так это карт-бланш на войну, которая без каких-либо четко обозначенных целей будет бесконечной. Она и так будет бесконечной. Если не убить Путина, нужно уничтожить причину войны. А причина войны в голове у Вовы Путина. Это его сумасшествие. Больше никому не нужна эта война. Что же, она ватникам этим нужна? Нет. А может быть, она нужна путинскому окружению, который бесконечно грабит Россию. Детишки их живут за рубежом, они покупают себе виллы, покупают себе, как вон, Медведев, какие-то угодья и виноградники, и какие-то фермы огромные и так далее. Конечно, им ничего это не нужно. Никакая война. Путин их в эту войну втравил, безусловно. Это его такое развлечение, и они как-то вроде бы делают вид, что они в этом участвуют от души, пока же и в Путин. Как только его не будет, они сразу скажут, не, все, стоп, никакой войны нам не надо, давайте договариваться. И вы знаете, в чем ужас-то весь? Ужас в том, что когда это все случится, вот Запад будет договариваться не с теми, кто воролся с путинским режимом, нет, а будет договариваться с теми, кто там остался, Мишустины, Володины и прочее. Им скажут, слышь, отдайте Крым и все, и все забыли. Короче, диалог с осколками путинского режима. Да, они скажут, да, забирайте, пожалуйста, все там, Донбасс, Крым, заберите, и все, и давайте прекратим воевать. И все, прекратят воевать, и вся эта мразь будет паразитировать дальше, уничтожать народ России и готовить очередные проблемы, в том числе народу Украины и всем остальным, понимаете, да, потому что... Ну, Вячеслав, давайте мы вернемся в наши дни, потому что сейчас, когда читаешь и западную прессу, и слушаешь наших аналитиков, экспертов, тех же политиков, дело идет к масштабному наступлению российских войск. Говорят, что это наступление начнется в конце мая, в начале лета. Мы с вами так мазком коснулись этой темы до эфира. У вас есть достаточно интересные инсайды. Поделитесь ими, пожалуйста. Ну, что же, очень большое количество информации о том, что сейчас на фронт отправляют из всех воинских путинских частей, там, кривых, косых, каких угодно, кто там уже инвалидность получал, их выхватывают, отправляют. то есть масса, нужна масса, почему? Потому что начальники получают за это премии собственно по головам, да, сейчас повестки рассылают, военкоматы тоже очень активно работают, чтобы уговорить людей, зэков, всех, кого только можно уже выхватили и отправили. и исходя из того, что передают люди, находящиеся близко к фронту, ну, или практически на фронте, да, то есть такие у нас тоже есть, которые информацию сливают, и достаточно интересно, мы видим подготовку к наступлению серьезную, огромное количество людей, но мы не видим некоторых элементов, то есть вот для меня очень странно, что, например, на Одесском направлении, то есть, ну, будем называть его Херсонским, да, ну, на самом деле это Одесское направление, туда дальше Херсон, Николай, Одесса, и туда, в Молдову, Путин все хочет в Приднестровье дойти. Так вот, там, ну, понятно, что если собираются войска и все военнослужащие, которые там есть, они в курсе и знают, что им придется форсировать Днепр, они никак не могут понять, на чем он форсировать Днепр, потому что фонтонных машин там нет, то ли их флайп огонит, они сейчас обсуждают эти вопросы, говорят, что если прикажут наступать, пока еще вода в Днепре не упала, да, а есть такие мысли, что это произойдет вот в мае месяца, то они просто все потонут, как котят, тем более, что украинская оборона там очень сильная, их просто всех перебьют, и они это знают, то есть там настроение очень плохое, и вот странные рождаются предположения, что возможно они будут использовать для форсирования Днепра, Черноморский флот, потому что нет никаких плавсредств, которые бы, ну, были серьезными и были способны переместить такое количество войск с одного берега Днепра на другой, поэтому возможно они загонят туда плавсредство с моря, и тогда они будут естественно это делать по высокой воде, потому что там если будет низкая вода, они все потонут, но насколько я понимаю там заминировано все, там вот эти морские беспилотники выраживают, поэтому это очень странная ситуация, то есть можно, конечно, предположить, что Путин пытается запугать там, ну, Запад, Украину, то есть посадить за стол переговоров, но что-то мне подсказывает, что он все-таки готовит наступление, и готовят они его, как всегда, ну, как по-идиотски, да, потому что они сами идиоты, но оно может какой-то результат иметь за счет вот так называемых мясных штурмов, но я говорю, но я не могу понять, как они с Днепром будут разбираться, потому что у них нет достаточных, еще раз подчеркиваю, плавсредств, чтобы форсировать Днепр, и вероятнее все не будет, потому что все, что мы отслеживаем, мы нигде не видим, чтобы какие-то там вот эти громадные понтонные машины проходили, чтобы они решали вопросы переправ, чтобы там работали специалисты, которые связаны с геодезией и прочее, которые должны предварительно составить различные планы и так далее, чтобы какие-то они другие вещи использовали, про которые я не буду здесь говорить, то есть мы ничего этого не видим, может быть они так секретят, это хорошо, но я сомневаюсь. Ну а как вы думаете, какое направление для Путина может быть самым приоритетным? Одесса, конечно, он мечтает после того, как в Приднестровье отказались депутаты в Россию вступать, он хочет вступить сам в Приднестровье, понимаете, прошу прощения за такой идиотский каламбур, да, то есть они не захотели вступать в Россию, он хочет, чтобы в Россию вступил, в Приднестровье фактически, да, то есть для этого ему нужно либо высадить какой-то сумасшедший десант там, в общем-то небольшое расстояние дойти до Приднестровья, но опять же он ничего не решит, да, потому что связи с центральной, так сказать, ну с Россией, вообще с российской территорией не будет, поэтому там они все быстро сгинут, или ему нужно идти через Херсон на Николаев, потом на Одессу и потом уже в Приднестровье, я думаю, что они такую грандиозную операцию разработали, это в стиле танкистов, вот в стиле Герасимова и всех остальных, ну у него же все стратегическим планированием занимаются танкисты, поэтому нарисовать то, что они придумают, ну это вот как два пальца об асфальт, вообще никаких проблем нет, потому что что может быть, кто может быть глупее танкиста на сегодняшний день, я без обид, танкистам без обид, чтобы это, ну я имею ввиду путинских танкистов, потому что они по принципу собирались не каких-то своих особых способностей, да, а потому что они хорошо там воруют, хорошо бухают и хорошо жопу ближе к начальству и таким образом они выдвинулись, ну воруя отдавали долю, бухая там заводили новых высоких друзей и так далее, поэтому это особая категория, танкисты я не про Деголь тоже танкистом был. То есть происходящее в Оренбурге Путина как-то особо не интересует? То не так он. Как? Ну в Оренбургу мы все знаем, то есть там полно наших партизан, они докладывают, что там происходит, то есть и Курганскую область сейчас смывает, и Оренбургскую область смывает, и вот сейчас ожидаются такие же потопы дальше туда, севернее, но в Оренбургской области мы видим, что смыло Орск, что дамбу, которая сочилась там много-много дней. Резунды прогрызли дамбу, правильно? Поп пришел ее ремонтировать. То есть не выездочие бендеровцы вот ее прогрызли своими зубами, потому что думала, что снова Украина, украинцев обвинят в том, что дамба оказалась не такой уж прочной. Не, ну она, видите, прорвалась на глазах, и там вот наши партизаны мне писали, наверное, за полмесяца, а не что вот дамба там прорвется, что вот там, потом вот она начала сочиться, там, папа пригласили, поп пришел, поколдовал, но что-то плохо он, колдовал, видно, плохой, поп, боженька, его не услышал, дамбу прорвало. Сейчас там пытаются, ну заявили о том, что всем сделают прививки от гепатита, а прививок только для детей хватит, больше ни для кого, некоторые военные производства остановлены, и это очень хорошо, то есть это для Путина удар по яйцам, почему, потому что эти военные производства с колес работали, то есть они делали там грады, в Орске там делали ракеты, и в Оренбурге, извиняюсь, в Орске грады, в Оренбурге ракеты, и сейчас там все затормозилось, то есть раньше как, они сделают сразу поезда, и все там, и это все поехало на войну, а сейчас все притормозилось, ну, я думаю, что Путин будет искать какие-то ходы, у нас есть уже информация, что заказаны вагоны для Северной Кореи, то есть вероятнее всего оттуда потащат сейчас снаряды, ну, снаряды, ракеты, которые северные корейцы делают, и я думаю, что в ближайшее время все это будет, потому что ну, у Путина сложная ситуация, то есть сейчас, когда происходят такие потопы, и самое главное, когда с энергетической системой такие проблемы, посмотреть в России, сколько трансформаторов сгорело, сколько ЛЭП разрушено, в том числе и силами партизан, да, и, конечно, это влияние очень серьезное оказывает на промышленное производство, потому что, когда нет трансформатора на условном каком-то заводе в Челябинске, да, там есть заводы, на которых вообще их просто нет, потому что они сгорели, взорвались, их починили, они сгорели и взорвались второй раз, есть заводы, заводы, где там два трансформатора крупных было, да, один работал на полную, а второй вроде как запасной, вот один трансформатор взорвали, его увезли чинить, и тут взорвали следующий, все, то есть просто электричества нет никакого, нет, но есть, конечно, по таким простым проводам, можно чайник скипятить, там свет у директора есть, есть, может быть, кондиционер даже, но не более того, то есть станки не могут работать, это хорошо, это то, что тормозит и путинские наступления, его экономику, и против чего они никак не могут бороться, потому что, ну а как они вычисляют партизан, и как они смогут победить ту разруху, которая у них есть, то есть достаточно просто, ну это как принцип домино, достаточно там сжечь какой-то один трансформатор, а сжечь их не очень сложно, да, там слил трансформаторное масло или еще что-то, и все, и понеслась, то есть они сразу начинают переключать, с этих сетей, с других сетей берут, естественно, нагрузки растут, увеличиваются, проблемы эти электрические, и все уже как принцип домино, уже рушится, само собой, иногда что-то взрывается, и мы даже не знаем, понятия не имеем, по какой-то причине произошло, то есть даже в интернете нигде... У вас же сам факт взрыва. Да, невозможно понять, потому что, ну, я говорю, все очень старое, энергетическая система старая, вот сейчас вы про нефтепереработку сказали, там тоже все очень плохо, да, то есть там воровали-воровали, особо сильно никто ничего не делал, а сейчас вот они там начали, вы будете смеяться, помните, они мангалы, мангалы наваривали на танках, вот сейчас такие мангалы, они наваривают на нефтеперерабатывающих заводах, на эти колонны, они ставят вот эти штуковины, а сверху сетки, чтобы защищаться от дронов, у них там сейчас средства радиоэлектронной борьбы какие-то невероятные, которые армия им дала, но они, кстати, плохо работают, суть по всему, но плюс вот эти сети, они там расставляют, это очень смешно, выглядят рабочие запуганные, они когда видят, что происходит, они в ужасе, потому что они не подписывались на войне гнать бензин, вы же понимаете, что это там огонь, открытый огонь, колонны с бензином, любой прилет это такой будет взрыв, что там своих не соберет. Вячеслав, вот по мотивам потопа в Оренбурге главное, что сделать, найти виновного, кто виноват. И в Кремле, похоже, уже нашли виновного. Полномочный представитель Путина в Уральском федеральном округе обвинил Казахстан в том, что у России прорвало дамбу. По данным представителя Путина, аномально высокий уровень воды в Оренбургской области якобы был вызван сбросом воды в водохранилищах на территории Казахстана. С его слов, этот вброс якобы был не согласован с российскими властями, что и предположительно привело к прорывам дамбы. То есть все претензии можно адресовать такая. Нет, когда такое случается, я имею в виду высокая такая вода в половоде, то, конечно, сброс воды происходит и на плотинах различных, это ни для кого не секрет, и никто никого ни о чем никогда и не предупреждает. О чем предупреждать? Если ты не сбросишь воду, то снесет всю плотину, и тогда и сбрасывать ничего не надо, она все равно пойдет в волна, и всех потопит, и все дамбы снизу снесет. Поэтому они говорят откровенную чушь, исходя из того, что они всегда говорят чушь, потому что им нужно как-то защищаться. Вы правы, они ищут виноватых и ищут не в зеркале, а где-то за рубежом. Видите, то есть Украина уже виновата была в теракте в Крокусе, американцы, по их мнению, с НАТОй проплатились. Дело возбудил Бастрыкин на НАТО и на Америку, теперь Казахстан в воду запустил в высокую и прочее. Ну, понятно, что это как в анекдоте про Петьку с Василием Ивановичем, помните, когда Петька говорит, ой, Василию Ивановичу, я его чистил сегодня сапоги, Василий Иванович с Будуна, говорит, они заблеванные все, я, говорит, час потратил, чтобы почистить, он, ты Петька, даже не представляешь, вчера полфурманов нажрался и все сапоги меня обливал, пока я его домой тащил, говорит, да, Василий Иванович, он вам еще и в галифе насрал, вот это приблизительно то же самое, что сейчас делает Россия под руководством Путина, то есть пытается найти всех тех, кто им в галифе насрал. Так, а с чего вдруг суд Европейского Союза неожиданно отменил персональные санкции против основателя Альфа-банка Петра Авина и Михаила Фридмана? Ну, как все, они стучите и вам откроют, как сказано, да, то есть они очень много стучали, да, ну, не в том смысле, что сдавали информацию, в этом смысле-то они кремень, они служат Путину исключительно, да, а я имею в виду, что они заносили туда, куда надо, расплачивались, они же часть международного организованного преступного сообщества, ворон ворону глаз не выклюет, конечно же, помните, как Волков умолял с них снять санкции, санкции не сняли, они поехали в Россию, сказали, что на Западе все козлы, да, что они очень хотят работать с Кремлем и дальше, и видите, и вдруг санкции сняли, после такого все будут работать с Кремлем, скажут, видите, они заявляли, что не хотят работать с Кремлем, и были санкции, а тут поехали и стали работать и живут в России, с них их сняли, странная очень ситуация. Тут Юлия Навальная выступила по этой теме, говорит, ай-яй, назвала вредным решение снять санкции с Михила Фридмана и Петра Авена, по ее словам, решение ослабит антивоенное движение и поможет Путину дольше оставаться у власти. Хочется спросить у европейских политиков, говорит Юлия Навальная, а что изменилось с тех пор, как вы российских олигархов под санкции внесли? Ну, что я могу? Я не хочу комментировать и не могу комментировать Юлию Навальную, но ей бы лучше было Волкова спросить, сказать, слышь, а ты что за них хлопотал-то? Может, не у европейских политиков Волков-то рядом прям по правую руку и спросить бы его, а что ты за Фридмана с Авином так убивался-то прям? Поэтому, ну, это странно, вот, то, что Волков, по крайней мере, никак не высказался после того, как его молотком там якобы побили, совершенно, конечно, очень смешная ситуация с этим покушением, нападением. Побили или якобы? Это же разно. Ну, якобы побили. Понятно, что это либо инсценировка, либо ему навалил тот, кого он прекрасно знает, кого знает литовская полиция, но второй вариант более вероятный, навалили, вероятно, ему за дело, и, вероятно, он не захотел писать никакое заявление, потому что, ну, что трудно было бы установить людей, кто его молоточком там в Литве постучал, я думаю, что вообще никаких проблем у литовской полиции, но она никаких заявлений, как видите, не сделала, что говорит о том, что у них даже и заявлений не побывало о том, что его помили. Тем временем Стрелков якобы просится на войну в защиту бывшего командира сепаратистских военных формирований на Донбассе Игоря Стрелкова-Геркина, отбывающего, напомню, в России четырехлетний срок за экстремизм, хочет добиться его освобождения и отправки на войну в Украину. Надоело сидеть в российских тюрьмах, да? Лучше быть на войне, чем сидеть. Нет, ну, с его точки зрения, это, конечно, лучше, потому что его, так сказать, риторика такая военная, он такой якобы патриот, да, там, за какой-то русский мир, хотя понятно, что нет никакого русского мира, есть мир китайский сейчас в России. Всех тех, кто борется за русский мир и воюет с Украиной, они воюют за победу Китая, безусловно, из-за то, чтобы Россия полностью упала под Китай навсегда, ну, потому что в России уже нет ни ресурсов, ни людей, а Китай как на дрожжах растет, поэтому Гиркин-то для меня абсолютно понятен, но я думаю, что его никто на войну не отпустит, ну, представьте, отпустит Гиркина на войну среди так называемых третфон авторитет, да, его там только валить путинцам, ну, то есть отправить на войну и выстрелить ему в затылок, вот другого варианта. Так он это сделает раньше, ухандокать его на войне, а не садить там в тюрьму. А зачем? Когда он в последний раз на войне, это было, в 14-м году был? Ну, если цель стоит, порешать? Нет, ну, у них цели такой нет, если его будут отправлять на войну, то, значит, такое распоряжение поступило, потому что в противном случае, если они не имеют цели его уничтожить, они его на войну отправлять не будут. Им это совершенно не нужно, почему? Потому что, понимаете, ну, как бы он такой среди этих патриотов авторитетный товарищ, и он туда придет, если его там сразу они не замочат, то он вокруг себя сколотит, конечно, неплохую команду, может быть, это не будет как у Пригожина, но в любой момент Путину нужно будет ждать каких-то неприятностей для себя. Я не хочу сказать, что если у него там будет какой-то ротобатальон, ну, силами все равно больше он не справится, больше чем батальоном он командовать не сможет, вот, даже как те танкисты, вот, поэтому с таким батальоном тоже, смотря, какие-то люди, сейчас такая ситуация, что батальона преданных людей вполне хватит, чтобы поднять такой шухер по всей России, что Вове придется убегать в Китай. По китайским мотивам, в свете грядущего визита Путина в Пекин, и беря во внимание тот факт, что Лавров уже там суетится, в Китае готовит почву для будущей поездки первого лица, Wall Street Journal нам торжественно сообщает о том, что Иран продал России тысячи дронов для бомбардировки украинских городов, еще шесть тысяч беспилотников должно быть произведено в особой экономической зоне, между тем Украина в гораздо больших количествах закупает дроны для обстрела фронтовых позиций противника у другого партнера России, у Китая. Украина нашла способы заполучить десятки тысяч дронов, а также наладить поток запчастей для них из Китая. И вашим, и нашим Китай работает. Ох, какой хитрый сидит. Для Китая очень важно, чтобы путинская Россия ослабла. Только в таком виде он может ее принять. Зачем ему сильная какая-то Россия? Для них очень важно, чтобы максимально долго был Путин, потому что он разоряет и уничтожает Россию. Для них важно максимально долго, чтобы были всякие придурки типа Шойгу. И Лавров сказали, поехал, чтобы готовить почву для визита Путина. С одной стороны, это так, потому что первый визит после инаугурации будет в Китай. Но есть и другая точка зрения. Я говорил, что он обязательно поедет в ближайшее время. Почему? Потому что ему нужен ярлык на княжение. Он хочет остаться министром. А очень под ним кресло зашаталось. И поэтому предполагали, что он рванет пораньше в Китай. Потому что готовить встречу так долго. И нужно за такой долгий срок отправляться. если встреча будет условно в каких-то 20-х числах мая, то есть Путин еще должен съездить на саммит в Татарию. Я думаю, что это так и будет продвигаться. Он там съездит на саммит в Татарию, на этот исламский мир, встретится с талибами, которых из-за списков террористических организаций уберут. Представляете, парадоксальная ситуация будет очень смешная, что вот эти списки ФСБ, которые причем судом утверждены, террористических организаций талибов оттуда уберут, а нашу организацию номер 35 там оставят. Это будет очень весело. То есть мы будем круче талибов в этом смысле. А инаугурация Путина состоится. Возможно, партизаны готовят какие-то сюрпризы. Не, ну, мы попробуем. Мы постоянно готовим сюрпризы. Мы знаем, куда он намеревается двигаться, знаем, что готовится поездка в Ульяновск к Путина, чтобы готовиться в Казань. Никто не знает, пока из официальных людей, что Путин готовится к поездке в Казань и встречаться собирается с талибами. А мы это знаем. Поэтому я думаю, что где-то мы его подкараулим. Ну, надеюсь на это. Да не только вы надеетесь. Кремлевская табакерка нам сообщает о том, что Екатерина Мизулина попросила Путина вернуть в Россию Макдональдс. Для моих соцсетей и вообще для эффективности работы, говорит Мизулина якобы, для влияния на молодежь было бы полезно делать видео и селфи из этого ресторана. Неискусная точка же мне их делать, сказала она якобы Путину. Путина такая просьба откровенно удивила. После небольшой дискуссии президент России сказал, что обещать не может, но он попробует решить этот вопрос, поручит экономистам, дипломатам поработать над ним. Источники в Кремле утверждают, что возвращением Макдональдс в Россию этим вопросом может заняться лично Лавров либо кто-то из его заместителей. Правда, в МИДе по этому поводу серьезно озадачены, ведь это вовсе не уровень министра иностранных дел. Вот это Лавров докатился. Ну, давайте говорить откровенно. Вот Макдональдс на Пушкинской площади, то есть это ресторан, уровень посещения которого самый высокий в мире был. Самый высокий. Это книгу рекордов Гиннесса занесен как ресторан, который в день посещает 73 тысячи погуглите, я сейчас не помню. Представляете, 73 тысячи в день. А второй ресторан, как вы думаете, какой по посещаемости Макдональдс чем в километре от этого, который в сторону Красной площади находился Макдональдс на улице Агарьева и Горького, ну, Тверская, да, вот, и там 38 тысяч посещаемость, там 73, здесь 38. Представляете, какие Макдональдс платил налоги, он же это не укрывал, да, он платил в путинскую казну, они там повыпендривали, сказали, так, все, вкусная точка, да, от вкусной точка получили очень невкусный такой, что в них только надо вкладывать, и ничего ты оттуда не получишь, а в этих ничего вкладывать не надо, а платят абсолютно бешеные налоги, наверное, я не знаю, как какая-то нефтяная компания, а может и больше, прям кушать захотелось и в Макдональдс ходить, так, Вячеслав, тогда в завершении нашего сегодняшнего эфира также кремля... не люблю Макдональдс не любите? Нет, ну, о вкусах не спорят и точка, да? я что-то... Нет, это не значит, что я люблю вкусные точка, я там вообще ни разу не ел, но я как-то предпочитаю другую еду. Какую тогда? Раз уж пошла такая тема пьянка, расскажите, что ли? Да, обычную какую-нибудь нормальную такую, ну, домашнюю предпочитаю, но если вот брать эти забегаловки, то, конечно, Бургер Кинг мне как-то ближе, чем Макдональдс по вкусу или там Киевси какой-нибудь, но... Киевси, не Киевси, Киевси еще... Ладно, так, давайте в завершении, потому что уже надо действительно что-нибудь как бы скушать. Кремлевская Добакерка пишет, было бы отлично, если бы Дональд Трамп после того, как станет президентом, прекратил военную помощь Украине, вывел США из НАТО, тогда можно будет констатировать смерть Альянса, и это приблизит завершение так называемой специальной военной операции. Такое мнение высказал высокопоставленный источник в Кремле, Трамп кажется нам адекватным политиком, поэтому стоит ожидать от него примерно таких действий. Сразу же вспоминается интервью Путина за Рубину, он говорил о том, что Байден, системный политик, он более приемлемый, более понятный, предсказуемый, а Трамп не такой уж понятный и предсказуемый. Кого Путин, Кремль, элиты политические хотят видеть во главе Соединенных Штатов Америки, чтобы остался Байден или вернулся Трамп? Не знаю, в этом смысле сложно просчитывать, почему, потому что вы же понимаете, что они какими-то иминутными интересами тактическими руководствуются, они не простраивают никакую стратегию, и поэтому возможно они хотят того, кого хочет Си Цзиньпин, то есть с Си Цзиньпином приятнее, я так понимаю, с Байденом работать, чем с Трампом, но сейчас нужно, конечно, устраивать перед выборами Шухер и ставить на в общем-то на претендента, это нормальная ситуация, то есть ставить на претендента, почему очень важно, да, ну, потому что на случай, если он победит, так мы за тебя и были, потому что если ставить на прошлого президента, то все равно ничего не поменяется, надо поэтому ставить на будущего, это особенность такая, то есть получать либо плюс, либо ноль, это важнее, чем получить либо ноль, либо минус, это классический вариант, то есть делание ставок, но в любом случае Путин не получит ничего ни от Байдена, ни от Трампа, поскольку там есть Конгресс, Сенат, есть огромное количество структур, да, в том числе и преступных, да, международное организованное преступное сообщество, которое немонолитно состоит из многих, так скажем, частей, эти части очень противоречиво действуют, они сражаются друг с другом, какие-то из них помогают Украине, какие-то вредят, какие-то помогают Путину, какие-то вредят, какие-то вообще по этому вопросу нейтральны, почему, потому что им любой вариант очень интересен, они при том и при другом получают деньги, но это в основном банкиры, да, любой вариант для них хороший, они при любом варианте получат свои барыши, поэтому я думаю, что путинцы скорее сами себя успокаивают, что сейчас вот придет Байден и нам попрет, ну как-то же надо какую-то такую планку поставить, да, тем более, то есть Байден, Трамп придет и попрет, да, нарисовать вот эту планку, победа Трампа более вероятная, чем победа Байдена, и поэтому они оглашают вот окрестность болота, болота таким воем, да, что кто-то там воет на болотах, это путинцы, они Трампа хотят, Трамп придет, мало чего изменится, но они скажут, видите, вот мы победили, потом скажут, он нас обманул, но если будет что-то не так, это для ваты, это вот эта риторика, она, конечно, чисто для ваты, что когда придет Трамп сказать, что это победа Путина, ведь Путин Трампа поставил, он же хотел, чтобы Трамп был, вот он. вернулся в Белый дом, да. Ну что же, Вячеслав, будем завершать, спасибо вам, российская оппозиционная политика Вячеслав Мальцев был сегодня вместе с нами, спасибо за разговор, спасибо за эфир, как всегда интересно, бодро и свежо, и также я благодарю наших зрителей, которые посмотрели это интервью, и в завершении, Вячеслав. Смерть тиранам, власть народу, да здравствует Украина, слава Украине, и героям слава. Всего доброго и берегите себя. До свидания.